И эту тему более подробно обсудим с Евгением Диким, это экс-командир взвода батальона Айдар. Евгений, рады вас приветствовать, здравствуйте. Добрый день, слава Украине! Героям слава! И тут я вспоминаю наш с вами один из последних разговоров, где-то недельки две назад, где вы говорили практически месседж Зеленского, что вы еще видите, как россияне будут бежать спиной от вооруженных сил Украины. И по факту ваш прогноз, справдився, уже он реалистичен, уже все так, как по факту вы и говорили. Но, и вы говорили о том, что это еще ленд-лиз не заработал. А что будет, когда заработает ленд-лиз? Объясните более подробно, пожалуйста, вот как раз изменения, которые увидит украинский народ, который сейчас видит Харьковская область. Ну, вообще, конечно, происходящее не может не радовать. Вот, позволю себе буквально секунду перед тем, как перейти к анализу, все-таки секунду эмоций. Вот именно как командир взвода в Айдаре, я сейчас просто смотрю, как в такое очень увеличивающее кривое зеркало. Вот примерно так мы были вынуждены отступать в 2014 году, когда зашли регулярные части российской армии. Я помню август 2014, когда именно вместо парамилитарных формирований, тоже сформированных к тому времени уже почти полностью из россиян, местные уже к тому времени оканчивались. Но все-таки это были парамилитарные формирования. А когда в 20-х числах августа вдруг зашли одновременно около 40 именно подразделений регуляров российских, Ну, вот мы тогда вот так посыпались и отступали, потом по Северскому Донцу выстраивали новую линию обороны и теряли технику по ходу. Вот сейчас я наблюдаю это же, но увеличенное в масштабе, вот примерно пропорционально к тому, как соотносятся масштабы Украины и России. Вот во сколько раз рашка больше, вот примерно во столько раз сейчас больше я вижу и этот драп, и вот эти потери при отступлении. Ну, просто сердце радуется, вот наконец-то, вот что называется, прилетела ответочка, пусть через 8 лет. Но дальше все-таки немножко выключим эмоции, выключим эйфорию, попробуем все-таки сосредоточиться на тем, что как там, что было, что будет, с чем сердце успокоится. Ну, понятно, что вот настолько, настолько прекрасно, настолько удачно, как сейчас произошло на Харьковщине, по всему фронту сейчас подряд не будет. Тут как бы нам этого не хотелось, потому что если бы вот такое произошло по всей линии фронта, то война бы окончилась там в ближайший месяц, но настраиваться на такое нет никаких оснований. Тут надо понимать, что мы блестяще воспользовались, скажем, слабостью противника. Мы в данном случае, мы полностью воспользовались, именно можно сказать, что наше командование сработало по Сунзи. Вот, это его древняя-древняя стратагема о том, что не нужно бить туда, где у противника полно, а нужно найти, где у него пусто. Вот так и получилось. После очень громко распиаренного и обсуждавшегося, ну вот всеми, начиная от военных экспертов и заканчивая там вот блогерами, домохозяйками и так далее, в результате Херсонского наступления, вот на отражение которого в результате враг стянул все свои наиболее боеспособные части. И вот пока все его боеспособные части держали плацдарм на Херсонщине, вот на правом берегу Днепра, в это время наши части ударили совсем в другом месте, на прямо противоположном конце вот этого 1300-километрового фронта, вот под Харьковом. И оказалось, что действительно русский контингент, который сейчас вот воюет в Украине, это уже Тришкин кафтан. То есть для того, чтобы зашить дырку в одном месте, уже нужно отрезать кусок рукава в другом. И что перебрасывание войск под Херсон, оно действительно вот настолько дорого сейчас стоило оккупантам, у них просто не оказалось достаточного количества людей, чтобы даже попытаться всерьез сдержать наше наступление на Харьковщине. Вот они ведь посыпались, ну не просто так, не потому, что там все солдаты плохие, но не надо делать таких обобщений. Но дело в том, что если, например, на Херсонщине у них сейчас трехлинейная эшелонированная оборона, и вот когда наши, например, прорывают первую линию, они упираются во вторую. А тем временем то, что было первой линией, начинает посыпаться русской артиллерией. Вот и, соответственно, даже прорвав его, удержаться на новых позициях очень трудно. То здесь у русских оставалась в реальности только одна первая линия, а все, что стояло дальше во втором и третьем эшелоне, было переброшено на юг. Таким образом, как только наши прорвали эту линию в первых двух местах, дальше они сразу заходили именно в тылы врага и могли по этим тылам именно гулять в свое удовольствие, окружать группировки. Но, к большому сожалению, изюмская группировка успела именно убежать. То есть это по-другому не назовешь, потому что они даже в итоге убегали на легке, они убегали на отжатом у населения автомобильном транспорте, бросив свою тяжелую технику. То есть, грубо говоря, танки они даже не успевали увезти. А вместо этого убегали на ворованных жигуля. Но, к большому сожалению, многие все-таки успели убежать, потому что нам, конечно, нужен обменный фонд. Нам нужно как можно больше пленных. Насколько я знаю, очень много удалось взять, но из изюмского котла они все-таки в большинстве своем вот так вот на легке, на жигуриках поубегали. Но, разумеется, второй раз именно такой легкой победы не будет, потому что командование оккупантов все-таки обучаемо. Они, разумеется, уже сейчас делают выводы из этой... Эта ошибка для них уже непоправима. Все. Слабожанщина уже наша. Это уже как бы вопрос решенный. Но, разумеется, они теперь постараются сделать так, чтобы это не повторилось. Ну и плюс к тому, к сожалению, им сейчас подыгрывает погода. Дело в том, что в этом году как-то очень рано начались осенние дожди. Вот они уже сейчас заливают. А осенние дожди, конкретно в этой ситуации, они все-таки больше помогают оккупантам, чем нам. Мокнуть в залитых окопах неприятно, что нашим бойцам, что оккупантам. А дело в том, что поскольку мы сейчас стали наступающей стороной, то для нас очень важно, чтобы земля была проходимой для тяжелой техники. А вот чем дольше льют дожди, тем менее земля проходима. Прежде всего, для гусеничной техники. Ну, еще немного польет, она станет уже плохо проходимой и для колесной. Вот. И, разумеется, это само по себе уже должно сильно замедлять темп наступления. Вот с этим ничего не поделаешь. Это природа. Евгений, а позвольте уточнение. Вот мы видим сейчас огромнейшие успехи на Харьковском направлении, на Южном направлении. Видим, что коллаборанты с Херсонской области... Извините, перебью, на Южном не так просто. Не так просто, да. Но успехи есть, об этом говорит президент Зеленский. Да. Вот смотрите, мы пока что видим не такие масштабные успехи, но они все же есть. Видим реакцию коллаборантов в Херсонской области. Видим реакцию самопроволошенного, так называемого, главу Крыма Аксенова, который уже прямо заявил о том, что запрещает вообще какие-либо проявления патриотических песен и так далее. Так вот у меня вопрос. А эти ночи в Крыму теперь кому? Ну, на самом деле, реакция Аксенова очень показательна. Вообще, очень часто о том, что не видно, так сказать... Вот о подводной части айсберга часто можно судить именно по вражеской реакции. Как, например, масштаб партизанского движения в, подчеркиваю, братской нам, хотя временно оккупированной Беларуси. Вот стал понятен тогда, когда Лукашенко пришлось ввести смертную казнь для белорусских партизан. Вот только тогда мы, на самом деле, поняли, сколько же их, какую большую работу они делают. Вот точно так же по вот этой истеричной реакции Аксенова, вот только по ней мы можем судить, насколько, на самом деле, оказывается, в Крыму распространены проукраинские настроения, и сколько народу, на самом деле, там вот именно радостно ждет скорого освобождения. Ну, кстати, очень характерно в этом плане индикатор – это рынок недвижимости. Вот в Севастополе сейчас рынок недвижимости обвалился. Семьи русских офицеров массово продают свои квартиры и выезжают на материк. Это, кстати, очень интересно, именно то, что продают, еще раз подчеркиваю, семьи российских офицеров. То есть это наиболее информированный контингент. И вот этот наиболее информированный контингент срочно задешево распродает свою недвижимость. Я думаю, это лучший показатель того, как они сами оценивают свои перспективы удержать полуостров. Если немножечко продолжим, Евгений, действительно хороший разговор у нас складывается, также отлично складывается и продолжается, точнее, контрнаступление. Вот Харьковское направление вспомнили. И, естественно, что средства массовой информации и иностранные, все на это обращают внимание, политики. Я сегодня уже вспоминала Антони Блинкена, госсекретаря Соединенных Штатов Америки, который сказал, что на самом деле все только начинается. И Пентагон обратил внимание в очередной раз, восхитился, я позволю себе это слово, но восхитился силами обороны Украины. Но также вот в продолжении того, что говорил Энтони Блинкен и эту информацию Ройтерс озвучивает, что на самом деле не стоит делать поспешных прогнозов по поводу того, к чему приведет это наступление в будущем. Вероятно, война продлится еще какое-то время, поскольку в России все еще есть много ресурсов для ее продолжения. Это слова Энтони Блинкена. Но в то же время сейчас я озвучу информацию, которую дает Генеральный штаб Украины. Россия приостанавливает отправку новых подразделений на войну. Как сообщает Генеральный штаб Украины, из-за ситуации на фронте в России резко снизилось количество желающих участвовать в боевых действиях. Давайте сейчас послушаем, это все объединим и проанализируем. На ситуацию влияет информация о действительном количестве погибших. При этом не учитываются потери из числа частных военных компаний и мобилизованных с временно оккупированных территорий. Ситуация ухудшается из-за общего отношения к собственным раненым. В частности, в российских госпиталях сознательно упрощаются диагнозы и характер боевых травм. Не предоставляется время на реабилитацию, чтобы быстрее вернуть военнослужащих в зону боевых действий. Из сообщения Генштаба Вооруженных сил Украины. Ресурсы Вооруженных сил и армии Российской Федерации. Давайте про это поговорим. Евгений, как вы считаете, насколько еще их хватает в том объеме? Я понимаю, что все посчитать невозможно. Кстати, как раз я думаю, что у западных разведок в деталях все посчитано. Второй вопрос, что они не все выкладывают в открытый доступ. Поэтому, не будучи сотрудником западной разведки, я все-таки владею только открытой информацией. На самом деле, думаю, что там посчитано довольно точно. Но ключевой-то ресурс любой войны, это все-таки люди. И вот именно с этим ресурсом в России чем дальше, тем больше дефицит. Я вот как сам бывший Эдаровец, я помню, как выглядело у нас, когда у нас началось движение добровольческих батальонов. Когда стало понятно, что русские не ограничатся оккупацией Крыма, а что они захватят все, что успеют захватить, пока мы их не остановим. Ну вот мы тогда пошли в Добробаты. И вот Добробаты у нас тогда росли, вот как грибы под дождем. Их по нескольку за неделю новых создавалось. Вот там Донбасс, Айдар, Азов и прочее, прочее, прочее. И командование еле успевало, во-первых, как-то оформлять их легальный статус, во-вторых, выдавать нам оружие. А в России уже три месяца, как объявлено о формировании 40 Добробатов, объявлено с пафосом, дана задача всем военкоматам не просто этому содействовать, а вот костьми лечь, но набрать. И что-то мы за три месяца так этих Добробатов на фронте и не видим. Вот лично мне, как Добробатовцу, это очень показательно. Это означает, вот насколько на самом деле уровень энтузизма, сколько на самом деле в России идейных, так сказать, патриотов, желающих умирать на нашей земле. Скажу вам, что в 2014 году они еще были. То есть да, с той стороны действительно были очень даже идейные добровольцы, верившие в русский мир, но их и тогда уже было не очень много. А за восемь лет этой войны они просто давно уже кончились. То есть сейчас об идеалистах уже речь не идет. Вот. Остаются кто? На сегодняшний день остаются контрактники за деньги или заманенные самыми разными способами, например, зэки, которым просто предлагают выбор. Или ты дальше много лет досиживаешь свой срок или освобождаешься, но идешь воевать. Или второй вариант, на который Россия пока никак не сподобится, это объявлять, что на самом деле нет никакой специальной военной операции. Есть большая война, и тогда объявлять всеобщую мобилизацию. Но по факту... Давайте, вот вы как раз сказали, и сейчас просто... Это нельзя признать поражение. Вот о чем речь. Мы с вами сейчас разговариваем, а в Российской Федерации об этом начали, ну и продолжают точнее говорить, пока мы с вами общаемся в прямом эфире. Друзья Зюганов, лидер Коммунистической партии Российской Федерации, в Государственной Думе что сейчас говорит? Спецоперация переросла в полноценную войну, нужна мобилизация сил и ресурсов. Далее продолжает военно-политическая операция против нацистов, бандеровцев, фашистов в Украине переросла в войну, которую объявили нам американцы, натовцы и объединенная Европа. Спецоперацию объявили, и вы можете ее прекратить. Войну вы не можете прекратить, даже если вам захочется, вам придется идти до конца. У нее есть два исхода, или победа, или поражение. Так закончилось свое выступление Зюганов. Ну то есть, вот хочу тоже, я специально это добавила, хочу, чтобы вы тоже проанализировали. Ну, мы же уже несколько раз, да, и 9 мая говорили, что, скорее всего, Владимир Путин озвучит то о мобилизации. Было несколько раз вот таких вот пиковых. Скажите, пожалуйста, как по вашему мнению, почему все-таки Владимир Путин до сих пор не говорит о мобилизации такой общей? Начнем с того, что просто объявить, что это таки большая война, и вот вставая страна огромная, все под ружье, это уже признать поражение. То есть, это, во-первых, уже признать, что профессиональная русская армия, контрактная, которой они 20 лет пугали весь мир, не справилась со страной, о которой они те же 20 лет рассказывали, что этой страны фактически не существует, что это такое себе полуфейковое государство, вот, а защищать его будет кучка нациков. И так получается, что фейковое государство с кучкой нациков разбило профессиональную армию, которую они позиционировали как вторую в мире и грозящую НАТО. То есть, уже это признать, это, мягко говоря, то есть, а дальше получается, что таким образом вся пропаганда была тотальным враньем, и возникает вопрос, а за что тогда вообще воевать, есть ли смысл, что тогда вообще правда. Даже у русских возникнет такой вопрос. Но есть и более прагматичные причины. Начнем с того, что мы уже сейчас видим, что они даже для вот той армии, что у них есть, они уже вынуждены расконсервировать технику древнюю, извините меня, ну вот как дерьмо мамонта. Они уже кошмарят нас ракетами, сделанными при Хрущеве. Они расконсервируют танки, наклепанные тоже при Хрущеве в 60-е годы. А теперь вопрос, ну, мобилизуют они, например, еще миллион человек. А есть ли им, чем их вооружить, одеть, а главное, на какую технику посадить? И вот похоже, что нет. И, наконец, еще один аргумент, очень не последний, я думаю, это экономический. Что бы они там ни рассказывали, на самом деле русская экономика под санкциями уже и так трещит. Она, собственно, затрещала, честно говоря, быстрее, чем ожидало большинство экспертов. И вот в этой ситуации еще забрать из производства сотни тысяч мужчин трудоспособного возраста, ну, это сделать этот коллапс не постепенным, как сейчас, а мгновенным, буквально вот таким лавинообразным. Я думаю, что их экономисты отлично это понимают и как-то наверх тоже доносят. То есть для них тотальная мобилизация, это, ну, это по сути, скажем так, они сейчас стоят перед выбором, какой вариант проигрыша для них менее болезненный. Проигрыш спецопераций или же сначала успеть объявить большую войну и дальше с треском проиграть уже ее. Евгений, ну что ж, вам огромное спасибо. Всегда приятно очень с вами разговаривать. Спасибо за ваше экспертное мнение, Евгений Дикий. И за эмоции, на самом деле, я очень вас благодарю, потому что мы вот... И за прогноз, что немаловажно. Ответ на первый вопрос, да, вот видно было, насколько даже для вас, я позволю себе так думать, неожиданны были ли действия в определенных направлениях вооруженных сил, сил обороны Украины. Я видела по вашему выражению лица, да, не надо быть, разбираться в физиономических каких-то принципах лиц, но вот видно было, что какие-то моменты были для вас неожиданными, это правда. За то, что пережил 8 лет назад. Да, да. Благодарим вас, действительно. Евгений Дикий, экс-командир взвода батальона Айдар, был на прямой связи с нашей студией. Продолжение следует...